Сколько стоит Кинг Топ Обед в Бургер Кинг? Не знаю, спрошу у друзей. 249,99. Да. Кинг Топ Обед. Топай уж в Бургер Кинг. И скидка 10% при оплате через СБП. Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из Дубаёв, солнечно, прервался от поедания сочнейших этих стейков, выпивания вкуснейшего вина, титанического чпоканья на балконе с прекрасным вином, с не менее прекрасными блудницами. Это я показывать не буду. Спасибо. Потому что у меня есть вопросик. А у нас тоже вопрос, а чё стряслось вдруг, чё приехали? А это вы мне скажите, почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем, а? Предприятия тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же. Не та же, да. Это всё равно, что ты ешь каждый день одну и ту же еду, а какаешь всё меньше и меньше. Значит, где-то там засорчик. Где-то застревает, значит. Нет, смотрите, ничего не застревает, да. Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Они переживают. А чё, не переживают? Чё, Лига Чемпиона, что ли? Не совсем. Ну, волнительно, да, но не так, чтобы у меня прибыль компании падала. Нет, не Лига Чемпионов. Вы не понимаете. Я понимаю, прекрасно всё понимаю. Поохреневали они. Борзометры зашкаливают, ёлки-палки. Хрены кисломорды. Поувольнять их надо к писюнам собачьим. Чтоб они, когда своих домашних попугайчиков и хомячков из духовки доставали, вспоминали наши вкусные сладкие попочки, которые они нализывали. Вот, мнение Дениса Игоревича понятно. В отличие от его психического состояния. Да. То есть вы предлагаете для увеличения прибыли уволить сотрудника? Нет, нет, ни в коем случае нельзя увольнять. Мы сейчас повольняем людей, а сами с чем останемся? С гулой задницей. И на что вы будете в дубаях же? Дебил, блин, а? Чуть с голой задницы не оставил меня. Ну и чё, и чё, Равдин, а в чём проблема тогда? Чё там, чё людей беспокоит? Я не понимаю, ведь денег же до фигища у них. У кого? У людей. С чего такие выводы? Ну я себе сижу там, как и последние пять лет, значит, в Дубай. Ничего не подозреваю, кайфую. И в один момент как понаехали все, блин. Как будто всей стране огромную премию выдали. Они там не просто семьями, фамильными древами начали приезжать. Я из-за них английский забыл. Значит, всё у них супер-пупер. Денег есть. А чё их беспокоит? Я не понимаю. Смотрите, иранская кола, да? Ну, к ней же попривыкнуть надо. Но это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах Росинка и Берёзка. Это привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Понимаете, о чём я? Конечно же не понимаю, Равдин. Мне всё понятно. То есть ты хочешь сказать, что это вот какашкососы эти в галстуках грустят на рабочем месте из-за сладенькой водички? Ну, в том числе. А может сделать так, чтобы они грустили из-за того, что ребёночка своего во двор отправляют гулять не для того, чтобы почпокаться, а для того, чтобы без него в крысу суп съесть? Уволить их надо! Равдин, я тебя умоляю, переведи ещё какой-нибудь аргумент, потому что пока всё, что говорит травмированный своим детством Денис Игоревич, звучит очень убедительно. То есть увольнять! Увольнять! Смотрите, какой аргумент. Вот телефон, допустим. Взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодёжи тоже непросто. Сейчас периодически и молодёжь на него кричит. Потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, не выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, всё, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а всё, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает. Не, ну, теперь понятно. А VPN — это что? Подожди, дай угадаю. N — это находчивость, да? Нет, нет. Вы, я точно не отгадаю. И ещё ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это ещё надо вот эту рекламу с этим королём посмотреть, который от пожара спасается. От алмазиков вот эти вот надо выстроить, чтобы он от пожара спасся. А он всё равно сгорает. Я уже 20 тысяч рублей на эти алмазики потратил. Понимаете? Понимаете, о чём я? Да как ты заколебал? Говорю, мне всё понятно. Вот эти спермодои офисные грустят, потому что они могут в телефончике посидеть на рабочем месте. А? Вот это? Я вас прошу, давайте спокойнее. Да, я спокойно. А может, они вот здесь посидят, а? На жирном приборе Дениса Игоревича. Я в своё время на рабочем месте мочу пил, потому что план нужно было сдать. И не было времени сходить ни до кулера, ни до туалета. На меня начальник так орал. Говорю, ты чё, придурок, мочу пьёшь? Иди, сходи в туалет. Времени до хрена. Ты просто у нас здесь скрепки продаёшь. А я шёл к своей цели. Равдин, я тебя умоляю, пожалуйста. Ну, что-то поконкретнее, потому что пока я вынужден быть на стороне нашего коллеги-психопата. Ни в коем случае. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара-2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете? Я даже не хочу слышать, какой аргумент на это приведёт Денис Игоревич. А я спокойно отвечу, я спокойно отвечу. Пусть они полямзают мою синюю писью. Аватар им нужен. К эйвочке моей пусть подключатся. Я от тебя выезжу. Давай. Эйва вытрала тебя. Денис Игоревич, ну я же сказал, я не хочу слышать. Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовём кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут, что их беспокоит. Отлично, отличная идея. Так а может им задницы мёдом намазать и вылезать до скрипа ещё, а? Ну, большинство за, шизик против, поэтому так и поступит. Алло. Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Здравствуйте. Так, Денис Игоревич, давайте я буду разговаривать, да? Здравствуйте, Ольга Николаевна. Вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит? Есть такое, да. Может, расскажите, что вас беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе? У меня муж на рыбалке умер, водки много выпил. Отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костёр бросил погреться. Ну, отца посадили, мужа закопали. А мне как-то надо троих детей воспитать, чтобы они и деда любили, и отца не забывали. Мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у неё ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для неё, непонятно. Хахаль у меня непутёвый, мне кастрюлю сжёг. Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? VPN меня не беспокоит. Меня пульсирующая большая шишка под мышкой беспокоит. Которую даже врач в перчатках отказался потрогать. Ну и то, что я твёрдым на унитаз несколько лет не хожу, тоже беспокоит меня. А вот Кока-Кола с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство? Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идёт закладки раскладывать. Ну и ещё боюсь упасть больно, если верёвка с люстрой не выдержат. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что Аватар 2 в кинотеатре не посмотрела. Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в её жизнь может вплестись. На самом деле я просто под дверью слушала правым ухом. Левая у меня стреляет. Ну, когда в него стреляли. У меня ж муж не только рыбак был, ещё и охотник. Думал, что моё ухо лисья нора. Ну, откуда у нас лиса в квартире, да? Ну, ещё меня беспокоит вставная челюсть, которую я на улице нашла. Большевата, мужская, наверное. Фух, ну всё, разобрались. Равдин, ну ты панику развёл, конечно. Всё понятно, всё нормально. День, Игорьич, увольняй её, давай, чёртовой мать. А подожди, а за что? За что? За то, что хочешь рассказывать, что у тебя не жизнь, а сценарий ко второму сезону «Короля» и «Шута». Ходишь здесь, бесишь всех, раздражаешь. Люди не могут сосредоточиться из-за тебя работать, а я из-за тебя не могу яхту вторую купить в Дубаях. Давай, дейди, увольняй её. Нет, да нет, даже нельзя её увольнять. И это он нафиг просто уволняй. Как два пальца обоспать. А потом уволишь себя в конце, понимаешь, достал. Вообще не проблема. Ну, и отлично. Ну, с возвращением, да, чё? Она своё отсидела. Да, у нас сплошное насилие. Да не было там никакого насилия. Так одну пару раз заточку пырнула. И теперь пояснит каждому по понятиям. Помогите! Аглая Тарасова в комедии об условно свободной женщине. Я в дерьме копаюсь в трушачьей одежде. У меня в квартире секс-шопки. Тебе лучше не знать, чем я сегодня ноги брила. «Вика. Ураган». С 13 июня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. «Вика. Ураган». «Вика. Ураган». «Вика». «Вика. Ураган». «Вика». Продолжение следует...